Добрый день! Сегодня на уроке математики мы с вами познакомимся с темой, которая звучит так Переместительное сочетательное свойство сложения и переместительное свойство умножения Девизом нашего урока будут следующие слова Тот, кто хочет много знать, должен сам всё постигать Мы начинаем изучение нового раздела, который звучит так Окружающая среда и путешествие В этом разделе ты научишься применять свойства умножения и сложения для быстроты вычислений Также ты узнаешь правила о порядке выполнения действий в выражениях Ты будешь находить значения выражения, сравнивать буквенные, числовые выражения А также ты научишься находить значения выражений со скобками и без скобок Целью нашего урока будет то, что ты научишься применять эти свойства для рациональных вычислений Значит, слово рациональное В толковом словаре это слово обозначает следующее Основанный на разуме, логике Слово удобный, умный и подходящий Значит, используя слово рациональный, мы с вами будем учиться решать примеры удобным способом Давайте мы с вами сейчас повторим свойства арифметических действий Итак, что же такое переместительное свойство сложения? От перестановки слагаемых местами сумма не меняется Следовательно, для любых чисел а и b верно равенство а плюс b равно b плюс а Выражающие переместительное свойство сложения Например, 6 плюс 7 равно 7 плюс 6 равно 13 Или сумма чисел 6 и 7 равна сумме чисел 7 и 6 Или 1 плюс 2 плюс 3 равно 3 плюс 2 плюс 1 Мы в сумме получаем 6 Или сумма чисел 1, 2 и 3 равна сумме 3, 2 и 1 Мы тоже получаем 6 Обратите внимание, что данные свойства можно применять к суммам, в которых и больше, чем 2 слагаемых А сейчас выполните задание Используй переместительное свойство сложения Выполни задание в тетради Сумма чисел 9 и 5 И сумма 3 слагаемых 12, 6 и 8 Проверь, какой получился результат у тебя Следующее свойство сложения Это сочетательное Результат сложения трех и более слагаемых не изменится Если какие-нибудь из слагаемых заменить на их сумму Следовательно, для любых чисел а, b и с верно равенство Сумма чисел а, b и с равна а плюс сумма чисел b и с или равна b плюс сумма чисел а и с Выражающие сочетательное свойство сложения Например, сумма трех чисел 6, 7 и 3 Она равна сумме 6, сумме 7 и 3 Если мы к 6 прибавим значение суммы 7 и 3, оно будет равно 10 То сумма всех трех слагаемых будет равна 16 Либо такая запись К 2 прибавить 13, прибавить 8 и прибавить 7 Используя сочетательные свойства Мы меняем местами эти слагаемые и получаем следующую запись 2 плюс 8 плюс 13 и плюс 7 Теперь, используя снова сочетательные свойства, мы выполняем следующее вычисление В сумме чисел 2 и 8 прибавить сумму чисел 13 и 7 И в результате мы получаем сумму чисел 10 и 20 И в ответе получаем 30 Обратите внимание, что при замене слагаемых их суммой Можно сначала поменять слагаемые местами, потом сгруппировать их и заменить группы слагаемых на суммы Или сразу сгруппировать слагаемые При помощи скобок, не делая дополнительную перестановку К 2 прибавить 13, прибавить 8, прибавить 7 Мы получим сумму чисел 2 и 8 Сумму чисел 13 и 7 И в сумме всего мы тоже получим 30 Запомните, что сочетательные свойства используются для удобства и упрощения вычислений при сложении Выполните задание Используя сочетательные свойства сложения Реши в тетради следующее выражение Проверь, как ты произвел вычисление Следующее свойство – это переместительные свойства умножения От перестановки множителей местами произведение не меняется Следовательно, для любых чисел А и В верно равенство А умножить на В равно В умножить на А Которое выражает переместительные свойства умножения Например, если я 6 умножу на 7 Я получу произведение 7 умножить на 6 И в ответе будет результат 42 Если я возьму 3 множители 4, 2 и 3 Поменяю местами их 3 умножить на 2 и умножить на 4 И я тоже получу такой же результат Обратите внимание, что данные свойства можно применить и к произведениям В которых более 2 множителей Задание Решите в тетради Используя переместительное свойство умножения Найдите значение числовых выражений Проверь, какой результат получился у тебя Оцени свою работу По данной ссылке посмотри видеообъяснение урока И выполни упражнения 1, 2, 3, 4 и 5 А теперь реши задание Реши задачу С одной пасеки было собрано 18 килограмм мёда А со второй в 2 раза меньше, чем с первой А с третьей на 4 килограмма больше, чем с первой Сколько всего килограмм мёда было собрано с 3 пасек? Вычисли числовые выражения удобным способом Поставь скобки так, чтобы получилось верное равенство И вычисли удобным способом Проверь, как ты справился с этим заданием Зайди по данной ссылке в онлайн-учебник И выполни задание на закрепление темы Желаю тебе удачи!